Приветствую, мои дорогие! Сделал небольшой перерыв, не стал в пятницу в праздник и вчера в Лазареву субботу ничего вам рассказывать. Сегодня у нас великий двунадесятый праздник в ход Господа нашего Иисуса Христа, Царя Царей, в город Иерусалим. Верное воскресенье в России называется этот праздник. Очень символичный, очень яркий, красивый, характеризующий как раз то, как тщетно, мимолетно и кратковременно людская слава. Это нам хороший пример. Господь заповедал, что сегодня тебя обнимают, ликуют, целуют, восхваляют пальмовые ветви и одежды кидают под ноги. А через несколько дней распни его, распни. Вот так у нас и повелось. Еще до Христа так было и, естественно, после Христова воскресенья в новую эру от Рождества Христова. Итак, что означает, когда выпадает такой великий праздник, двунадесятый, на субботу? Конечно, ничего хорошего. Это вот Лазарева суббота у нас вчера была, субботу. А Благовещение выпало на пятницу, День Голгофы. То есть день, когда Архангел Гавриил, архистротик после Михаила Божий, вестник Таин Божий, явился Богородице, совсем юный иск, сообщил ей весть, что она зачнет от Духа Святаго за чистоту, за верность, за молитвы и так далее. Что она избрана. И это случилось вот в пятницу, выпал этот день. То есть весть о рождении выпала в день распятия. Представляете себе, да? То есть у нас такой великий праздник Благовещения выпал на скорбный пятничный день, накануне Страстной Пятницы, накануне распятия, в этом году именно, в 23-м. Это не случайно. Весть о жизни, весть о рождении, когда выпадает на Голгофу, на День Голгофы, пятницу, это, конечно, говорит о трагических, драматических, печальных, горьких и грустных событиях, которые будут до следующего, 7-го апреля, которые, слава Богу, выпадут в 24-м году, на воскресенье. Сегодня в пятницу выпало в 23-м году, а в 24-м, благодаря воскресному году, прыгает эта дата на воскресенье. Вот тогда мы будем ликовать и радоваться. А пока Голгофа. То есть у нас, на ближайший год, у всего человечества, не только у России, Украины, будут только печальные новости, в основном, скорби, похоронки, вести о ранениях, о пленениях, о пропавших без вести, о гибели и так далее. Потому что что такое пятница? Голгофа, физические, моральные, нравственные, этические, психологические страдания Христа, Спасителя, Царя Царей, вход которого в Иерусалим мы празднуем сегодня, 10-го апреля 2023 года. То есть 9-го. Вот такая история. Сегодня 9-е, да, завтра 10-е. То есть еще один год человечество будет скорбить, христианское человечество, православное, христианское человечество будет скорбить до следующего праздника Благовещения. Напомню, что у нас 8 непереходящих двунадесятых праздников, 8, 4 переходящие, вход Господа в Иерусалим, Пасха Христова и другие. Значит, и вот представьте, из 8 непереходящих, дата которых зафиксирована, 3 пришлось на субботы, на субботу. Это Рождество Христово, на пятницу вернее, на пятницу выпало Рождество Христово в этом году, 7 января. Значит, кроме того, выпало на печальный день у нас обрезание Господне, значит, покрова Пресвятой Богородицы у нас тоже выпало на субботу, победальный день, в этом году выпадает. В общем, у нас скорби, 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 то есть 3 праздника из 8 выпало на пятницу или субботу, это печально, то есть чуть меньше половины. Вот такой нам достался 23 год и до следующего Благовещения. Вот о чем я хотел вам рассказать. То есть особой сугубой молитвой матерей, жен, сестер, крестных, о мужчинах воюющих, о женщинах, о детях, то есть усилить молитву нужно, раз Благовещение на пятницу Голгофу выпало на распятие. То есть радость со слезами на глазах, со скорбью и со слезами, но не с унынием, без уныния. Унывать нам нельзя, смертный грех. Поэтому нам остается только ждать, когда эта вся тьма, бесовщина, сатанизм, преследование православия на Украине в том числе, когда это все прекратится. Когда мы вздохнем свободно от этого ужаса, который мы видим каждый день в новостях и так далее. То есть пока будем печалиться. Потому что я помню, когда я в Рождество только мы смотрели, что на такой скорбный день выпало, я говорил, что ого, все. Будем весь год воевать, потери нести, плохие новости с фронта получать. Большой массив людей будет забран на небо в этом году, в 23-м. Мы только все готовимся к этому. И вот так все будет до следующего благовестия, которое выпадет на воскресенье. У нас праздник Рождества Христова тоже на хорошие дни выпадет. И мы будем уже радоваться и хворить Господа. Вот такая вот история. Не хотел я в Благовещении об этом видео отдельное записывать, в грусть водить людей, что вот праздник Благовещения на Голгофу выпал. Но сегодня можно. Сегодня праздник входа Господа в Иерусалим перекрывает то, что было до того как. То есть в ту пятницу. Вот о чем это видео. Молимся, вспоминаем, защищаем молитвы тех, кто там служит, защищает нашу Родину. Молимся о том, чтобы жертв было как можно больше. И ждем хороших новостей к следующему Благовещению, к воскресенью. Спасибо, что выслушали. Ставим лайки, подписываемся, комментируем. Идем дальше. Спасибо.